Выход защитной пленки гидроизоляции у конька возможен двумя способами в зависимости от утепления крыши. Если утепление выполнено вплоть до верха конька и применена супер дифферзированная пленка, то защитную пленку перекладываем через конек. Если утепление не достигает верха кровли или кровля вообще без утепления, защитную пленку гидроизоляции укладываем, не доводя примерно 5 сантиметров до верха конька. После накрытия контрабрешетки переложим через линию конька вентиляционную ленту, обеспечив тем самым перекрытие по обе стороны на 20 сантиметров. Лента крепится в контрабрешетке также, как и к стропилам. Необходимо следить за тем, чтобы она была натянутой для предотвращения возможного образования конденсата. По модели черепицы уклону кровли определим отступ первой рейки от конька, а также превышение коньковой рейки над коньком. Превышение осуществляется с помощью держателей коньковой рейки, который крепится на стропила. Коньковую рейку необходимо устанавливать таким образом, чтобы конек не прикасался к черепице. Разрыв между коньком и черепицей должен составлять приблизительно 0,5 сантиметра. Таким образом получаем еще один отводящий вентиляционный зазор. При использовании профилированной под коньковой черепицы с обеих сторон конька не следует на коньковую рейку укладывать вентиляционную ленту. Вентиляционная лента требуется, если кладка в области конька заканчивается рядовой черепицей. Ленту укладываем точно посередине коньковой рейки и прикрепляем гвоздями или держателями. Лишние части по концам отрезаем. Изгиби прижимаем к подкладке. Затем укладываем коньки, прикрепляя их специальными зажимами к коньковой рейке. Завершение конька решается керамическим или алюминием замеканием. При необходимости замеканий следует подработать. Замекание крепим к коньковой рейке нержавеющим винтом.